Всем привет! Меня зовут Александр Волков. Сегодня мы разберем удары коленями в смешанных единоборцах. Часто применяем удар коленом в боях, это именно работа в клинче. Здесь у нас какая есть опять опасность. Если я буду бить удар коленом и оппонент этот удар увидит, допустим, как в тайском боксе, то есть я делаю удар с размаху и поизбит колено, он может его спокойно подхватить. И сделал бросок, перевод, то есть вот такие амплитуды удары с размахом, они здесь в меньшей степени работают. Поэтому удары в боях я наношу короткие, они делаются как с передней ноги, то есть немножко я пригружаю ручку, делаю небольшой подход, и с передней ноги он делается больше для расслабления, то есть я расслабляю, могу отсюда после этого сделать подхват или бросок. То есть после того, как я бью коленом, человек, как бы первое реакция, приблизиться тазом вперед ко мне, чтобы второго удара не было. То есть вот сделать такое движение, да. И на приближение я как раз могу забрать спину и сделать бросок. То же самое и другой ногой. Я сам поджимаю ногу, не давая ему сделать удар коленом. И немножко от себя наношу удар коленом отсюда, коротко. То есть все удары короткие. Это работа в клинче, именно удара в корпус. Также есть удары в клинче коленями по внутренней стороне бедра и по внешней. По внешней бьется очень коротко, то есть буквально я ногу чуть-чуть подворачиваю просто вперед и нашу удар. То есть тут сильного размаха, аплитуды нету, потому что пока я буду размахиваться, меня могут скрутить, бросить. Я теряю баланс. Поэтому все удары короткие, да, и вот то есть по болевым местам. То же самое снизу. У меня сильного размаха нету здесь, да, а я работаю очень коротко, практически на себя удар одной икрой. То есть очень короткие такие удары получают. То есть как бы раз, два. И все это служит для того, чтобы потом в конце концов сделать захват самому и бросок. То есть эти удары, они больше не для нокаута, а больше для того, чтобы человека немножко вывести из равновесия, немножко возвлечь и сделать какое-то движение самому. Следующая, как бы, серия волношек ударов, это удары в голову, да. Если у нас клинч, допустим, такой, или у меня получается такой клинч, то здесь можно нести не только в корпус, да, удары коленями. Ну, как бы, это такая, это классическая тайская работа, да, когда можно колени удары в корпус нести. Но нести удар в голову, да. Но если я буду, как бы, далеко оттягиваться на этот удар, так же я могу пропустить проход, и для меня это будет положение менее выгодно. Если в кикбоксинге, там, бывает, ну, там падают, да, и поднимаются, как бы, это ничего не считает, то в боях, если я так упаду, я потеряю положение. Поэтому рисковать и бить коленем просто с места так в голову мне не выгодно, если за мной нет прям преимущества такого. Так что бывает такое, что я прям забиваю, у меня преимущество, и могу себе позволить такие удары. А бывает такое, что такие удары позволить не могу. Поэтому удар, да, наносится очень коротко и снизу вверх. То есть я наношу его практически к своей голове, да, вертикально вверх. То есть он наносится очень коротко вверх, практически такое движение. Я его бью даже не глядя То есть знаю, что его Глава оппонента около моей головы Мне не нужно творить и целиться Я просто бью сюда, вверх В это место Понимаю тоже, без какого-либо замаха Только икра, работает только икра Только стопа И коротко, как одной ногой Так бьется и другой Одна, вторая Там попали один, второй удар И взяли в клинч Тут конечно можно добить хорошо Если оппонент находится в нокдауне Можно размахнуться, ударить Но в принципе в боях Такое мало применяется и не приветствуется Потому что всегда есть шанс того, что Даже этот удар Соперник может поймать И перевести дальше вперед вас Он может прийти один удар на себя И дальше оказываться сверху Там немножко передохнуть И начать вас оприходовать Уже ударами своими Независимо от того, палево-коленными Или нет Следующая возможность применения коленями Смежных единоборствах Это удары навстречу Такие ситуации, как он бьется Очень неплохо он проходит Если оппонент проходит в ноги или в бедра То есть вперед Навстречу Здесь В чем разница В отличие от того, что мы показывали в клинче В основном оппонент Если он проходит ноги Он в основном идет Либо в переднюю ногу Либо в заднюю И естественно Он ожидает забрать ногу в том месте В котором она находится Если ее встретят на движение У нее руки будут открыты И удар будет достаточно неожиданный Обычно попадает в солнечное сплетение Удар получается очень жесткий Болезненный И при этом, конечно После удара Обязательно нужно контролировать проход Допустим, делал проход Раз Моя задача обязательно Сразу заправить руки вниз Чтобы Дальнейшее удержение вперед Прерывать То есть это Один из видов ударов Но могу сказать Получается 50 на 50 Если вы успеваете ударить Четко попасть То соперник теряется Если не успеваете То можно пропустить проход Второй Вид удара Который бьется навстречу Он неплохо получается На прямые или боковые удары Руками То есть если оппонент Бьет и размашит Ему нужно пройти эту дистанцию Очень быстро То есть мы работаем На дальней дистанции И вы видите Что оппоненту дистанцию Нужно быстро сократить И он сокращает ее Либо прямым Либо боковым ударом И очень быстро Вот здесь У него, видите Открывается тем самым Область Область тела Которая открыта для удара Вот Так как руками вы закрыты И лучше от удара перекрываться То есть Тут такие варианты Есть вариант просто Удар Его пропустить мимо себя Отойти А если удар Пойти на него И входя В его дистанцию Одновременно Можно нести удар коленом Вот таким образом То есть И в счет того Что соперник сам разворачивается И у него Инерция тела Направлена Именно корпуса Вперед И получается Что если я бью Одноименным Одноименным ногой С его рукой Получается Максимально сильное движение За счет его движения Максимально сильный удар Вот таким образом Знаете колено я поднимаю И выпрямляю вперед То есть У меня Получается Как бы Вожу на дистанцию Небольшую Вперед Видите Даже Оппонент немножко На отработке Уже начинает Оттягиваться Потому что удар Сам-сам-сам-постей Неприятен Вот То же самое Происходит работа При боковом ударе И на левую ногу То есть Тут лучше бить Именно На одноименную руку Потому что Оппонент Он поворачивается Прям Под удар коленом И от прямых ударов Чтобы Если Оппонент бить прямой удар Лучше конечно Немножко сначала Перекрыть И перекрыться От ударов в сторону Потому что У нас есть опасность Того что За одним ударом Появ второй И перекрыться С двумя руками Так же встретить Ну это такой Это более Классический удар Можно сказать тайский То есть Я вхожу Я не знаю Какая у него будет атака Да я не знаю Будет он Справа руки Или слева атаковать Но я знаю Что у меня будет Движение на меня Я вхожу С коленями Перекрываю С двумя руками Да Удар получается Как бы Навстречу Неприятный И жесткий То есть Если человек набирает Инерцию И хочет меня пройти Вперед Да Я достаточно Жестко попадаю Ему в корпус И Это будет Очень неприятное ощущение Понятно Ну то же самое То же самое с передней С передней Немножко надо делать С разножки Да Так же Я перекрываюсь И делаю разножку Это с другой руки Ну в принципе Тут К большому счету Если вы будете путаться На отработке Да На отработке Лучше Под правую руку Бить правым коленом Под левую Бить левым коленом Но если вы будете путаться Допустим И будете Вот сейчас так Что вы бьете Под Под ту руку Вот этим коленом Ничего страшного Если вас позволяет Удар То же самое Бить Главное Чтобы вы Другую сторону Перекрывали руками Прямых Чтобы Мешь входили в сторону Видите Я смещаюсь И Встречным ударом Попадаю Коленями Он бросится Один раз Я отошел Я знаю Что в следующий раз И удача будет Именно броситься И дистанцию Очень быстро сократить То есть Я уже На другой раз Я не отойду Я пойду На него вперед То есть Именно с этим ударом С коленом То есть Прямо Жестко вперед То же самое Что и с левым Если он пойдет С левым Так же левым Если получается Можно разножку Не делать Если Бывает что Дистанция Очень быстро сокращается Прямо Очень быстро Ее можно просто Выставить Главное Перекрывать голову Обязательно То есть Руки у головы И жестко Ты иди на меня Чего ты стоишь Колень Твою не упал Прямо Он просто не идет Если как бы Если идти вперед Нормально Прямо Попробовать И стараться Да Удар получается Очень плотный То есть как бы Главное Движение сделать Это вот Получается Вот я Стою Да Идет Получается Очень жесткий удар Получается Как бы Встреча Такое Движение Вперед Тазом Тазом Это вперед Вперед В технике Тазской боксе Уделяется Большое внимание Именно Подниманию Бьющего человека На мысок Да И вытягивание Колена вперед То есть Такая как бы Работа За счет Этого Придается Инерция Удару И Силу И скорость Да Но Лично я Да Это меньше степени Применяю Потому что В боях Если я буду Уделять ему внимание Буду подниматься Вверх На мысок То я буду Менее устойчив При встречном движении Для меня Это встречное движение Такое же Короткое Как и работа В клинче То есть Человек начинает Меня идти Для меня Это движение Короткое Мне нужно Поставить ногу Максимально быстро Если я буду Пытаться в него Встать Вперед Я Скажите Провалюсь Даже я могу Попасть в удар Вперед А бью Да Но Если я Не задержусь И останусь То я Потеряю Свой центр И человек С примером Стремится Дестану сократить То у меня Дальше Ему будет Много проще Прийти в борьбу То есть Почему Потому что Еще раз Я бью ногой И сразу Обратно Если я Атакую Вперед А если Мне нужно Атаковать Имеет смысл Встать на мосток Или допустим Я Тогда Это больше Имеет смысл Но если У меня движение Короткое Я использую Только Стопу сзади То есть Я отталкиваюсь Ей И на передней ноге Стою более устойчиво То есть Я немножко Поднимаюсь Конечно Но Нет такого Высокого Подъема На ноге Поэтому Движение Получается Так же Как и В клинче Мы работали Движение Получается Короткие Мне не нужно Вставать на мосток Он никак не повлияет То есть Видите Я даже бью ногой Даже не отрывая Не отрывая Даже свои стопы Практически От пола Вот они движение Вот они движение Сразу же возвращаю То же самое Здесь Если Я буду Очень сильно Отдавать вперед Я буду Даже если Подой Отдам колено Потому что Этот удар Он может быть Не нокаутирующим Может просто Человек Вить с толку А мне нужно Даже продолжать Движение мое Если пойду на него Я окажусь Его дистанция А тут Я бью И мне сразу Нужно Вернуть ногу Обрат Тоже коротко Несмотря на то Что я Вытягиваю Движение короткое Движение Очень короткое Нужно быть Немножко хлесткое Приходите Поболеть за меня На М1 Челлендж 68 Подписывайтесь На канал Баттонсвет Будьте сильными И тренируйтесь Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова